Лучек солнца Еда Ты же еще не оттренировался Так я всегда ездить хочу Меня почему-то везет на скученные колеса Знаешь, что тебе на что еще везет? На что? На мое недовольное лицо Йоу, это сильно было Падай в машину С ней и поедем, не надо ничего включать Тебе что, новости не нравятся? Ты знаешь правила в машине? Что, тот, кто руляет, тот и музыкой управляет? Нет Пока музыка не заиграет Машина не поедет Поэтому водители маршрутки Всегда ждут именно тот самый трек А потом едут Они такие, сейчас будет дроп И такие, дай, 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 дай Оп, и завелась сразу Видела? Да Комментируешь как-нибудь делать? Да Машина не поедет Машина не поедет А, подожди Стоп! Блядь, вон! Так и что ли? Долбай! Это дурак, ой, дурак! Welcome to the party! Доброе утро, я живу! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте,-о table everybody! Да! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вот это звездочка! Красивая! Это цыганские переплавленные зубы! Стартовали сейчас на 51.18 Это если кто шарит в дюймах 76.5 Сейчас будем менять на 54.15 Это будет 97.2 Так как у меня очень длинная цепь У меня не залезет Та передача, которая мне нужна Поэтому чуть побольше поставим Тяжело менять? Нет, все очень просто Не то что в BMX, тормозов нет Прикол в том, что тут у тебя боночки С обратной стороны Они приклеены А в BMX боночки ты никак не приклеишь Соответственно просто откручиваешь боночку Бац! Хряц! Оп! Он сюда вот К дяде Жене Цыганскую сюда Оп! Оп! И все Вот так берешь Насаживаешь И все это Вот так А заднюю Заднюю звезду Вот эта сорванная Тираня Никитос меня накрутил На сорванную сторону 14 И я делал 200 сходу в седле На тяжелой передаче С сорванной стороной Слава богу, что не отлетело То есть заднюю получается ты менять не будешь? Почему? Буду 15 Да Теперь берем Вот так вот Хлыстик Берем Дядя Женя монстр закрутил Опа! Слабоватый вы, Александр Этой, кстати, стороне сказали тоже скоро Капец Капец придется Поэтому Поэтому все Ты все ломаешь Ты все ломаешь Тут как бы вот Ну Причина не в том, что Тебя сломают Причина не в том, что Что-то сломано А в том, что В принципе Ты всегда что-то ломаешь Не планируете механиком потом стать? Нет Ну Ну Возможно Почему бы и нет? Считай, сколько профессий Тренер Спортсмен Механик Монтажер Видеооператор Дворник Вот Вот это Это парил Не тычь меня дугом своим Хочу Чем вы занимаетесь? Расскажите Почему в BMX нету таких штучек? Потому что При падении они должны выстегиваться И у нас нет глухих передач Глухих как сейчас с первого раза почти ну что жок был да ну да что я подохерел с передать я на нормальной передаче не стартовал год с минска с апреля месяц типа сейчас была нормальная передача девяносто семь это все четыре пятнадцать я думала там все больше сотки сто процентов делаю и передачи на круге с места на чемпионатах мира в командных спринтах 96 95 там 97 свести по это вот на таких передачах едут чуваки семнадцать одну семнадцать ноль сколько лучший результатом из семнадцати вышли летит ё-моё 200 ну как тренер антона вы смотрели что скажете передача 97 как вы вообще в треке оказались из бы миксов трек треки я начал бояться высоких скоростей потому что мы реально силу очень много и такая скорость не позволяла справятся технике тренер логачев валий владимирович и дорожка в геннадий андреевич познакомили меня с училищным тренером таким образом я попал это был 2014 год и вот с октября месяца я в треке уже 10 лет будет ни о чем не жалею ну и не жалея о том что отдал по тому виду спорта как бмx рейс 10 лет с 2004 года смотреть что зрелищный трек или бмx смотря какие дисциплины ну понятно что супер про с бмx классическую гонку смотреть в любом случае очень зрелищно треки прекрасен спринк эйрин такие дисциплины да на 120 рублей ну тамповые дисциплины бывают в принципе веселые некоторые а так зрелищность зависит от организации я думаю что как организовать здесь те же самые соревнования были комплексный чемпионат декабрь 2022 по треку и по фристайлу был очень круто организованно было смотреть и на фристайл классно и на то как организованные спринты и другие дисциплины трековые даже стамповые вот таких соревнований побольше и каждая дисциплина велосипедного спорта она в принципе великолепна а на бмx хотели бы еще покататься как-то давно уже уже будучи работой тренером кстати из даньков мы приезжали на трассу которую роман александрович кирсанов тренер сборной пензи построил в районе маньчжурии в городе пенза своими силами для молодых ребят вот до нё кстати трековик тоже там покатался как вам даже на шсену мельчайдер я не катался там ты скатился ты скатился я знаю спортсменом до михани ну процесс перекода был интересный и то что получилось в итоге наша команда сейчас трековая это результат на самом деле того что я помылик с ними мне кажется кстати много спортсменов в рейсе кто вот сталкивается с такой же проблемой и вот как раз таки чтобы не завязывать можно уходить в трек и находить себя там у нас есть в море отделение бума икса в море номер два и практикуем немножко такие там тренировки на треке в том числе были предложения и спортсменов потренировать из бума икса но пока это все в таком сыром виде и ничего вообще не организован в этом плане хотя мы знаем пример голландцев там из других стран ребят которые выступали на бмх сейчас являются чемпионом мира и так далее в трековом спорте мне надо идти команде все спасибо вам большое Никита а ты на бмх прокатишься? нет почему? я не люблю кататься не успел или стой не любишь кататься да я в принципе не люблю кататься он не смотрел на тебя ногу оторвало тренер? нет а что сидишь наверное делать только не только осталось что там в ресторан не все в ресторан не не это а в в Вы живы? Круг, конечно, это добивающая тема. Понравилось? Все поют «ты мог», пошел по комнате «ты мог», а я поел «локтат», пошел по мышечкам «локтат». Ведерко? Зачем? Все отлично. Слабенько для ведерок, слабенько. Это мне еще нужно таких кругов, ну, шучки 3-4, чтобы я проблевался. Я ни разу в жизни не блевал, ни разу. Молодец. У меня было максимум такое, что я… Хочу. Детей уберите от экранов. То, что вот это когда отрыжка в рот, и потом глотаешь. Здесь не было прям блевотины, была просто отрыжка типа такая кислотная. Вкусненько съел. А мне некуда было одеваться, я финишировал в этот момент. Я финиширую, выкидываю руль и случайно проглотил. То есть это даже на специальном был рефлекс. Клотать рефлекс. Как вы поняли, сегодня у нас были старты с места. Это моя вторая неделя на треке в Крылатском. До этого мы ездили в Омск. Но там было… там было все плохо. И велосипед, как вы видели, и мое состояние после Саранска. И вообще все, в принципе. Сейчас, на второй неделе, я уже подраскатился более-менее. И начинаю показывать нормальный результат. Вчера вот проехал вообще по рекорду своей жизни 200 сходу. И сегодня, не знаю, по рекорду, не по рекорду, но по ощущениям это было быстро, на самом деле. Просто все рекорды на треке 250 у меня были. С места особенно старта. Здесь я не знаю, честно, 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 не знаю. Но по ощущениям, по ощущениям, старый Сашко Кокин возвращается. И будут матюки, убийства, головные сиськи. И быстрые результаты. Вон, чуваки, ведет. Я все пропустила. Типа они водолазы? Ну да. Вроде мой велик. Опа. Давай, до завтра, дай. Да, до завтра. Подписчикам привет передавайте. Давай, красиво. Подписчикам всем привет. Давай, дядя Женя, до завтра. Спасибо большое. Еда. Верешь, нет? Я забыл, когда последний раз ел. Мы идем за машиной. Какую хочешь, выбирай. Любую. Куплю тебе. Честно? Честно. Сейчас, пошли, надо побольше посмотреть. Где-то Порше стоял, я видел. Ну вот, можно вот эту. Понимаешь? Да. Сейчас нас опять ждет домой дорога, каршеринг, пешком, метро пешком, час у нас занимает дорога до дома и вот каждое утро в течении часа я ловлю социофобию, социопатию в метро, толкаюсь с людьми. Вот он человек, который не привык жить в большом городе. Да, в Сарапове все близко. Вот многие меня спрашивают, почему ты, говорят, не ездишь в Москву? Почему ты зимой не в Москве тренируешься? Потому что в Сарапове пришел, 3 минуты, 5 минут пешком до базы, потренировался. Что хочешь, ватбайк, штанга, мини-бмх, станок, шоссейник, все, что хочешь. Лес рядом, на лыжах пошел, покатался. Но трека там нет. Трека, да, там нет, но иногда нужно отдыхать от специализации, на самом деле. Но в меру. Я на самом деле переотдыхал, такое ощущение. И поэтому не нужно никаких писем, не нужно никаких денег платить. Пришел, потренировался, получил удовольствие, получил результат. Пришел домой, поел, лег спать, проснулся, пришел на вторую тренировку. Песня, сказка просто. Приезжайте в Сарапов на сборы. Я тебя понимаю. Ты же мне принесешь в этом году золотую медальку. Чемпионата России? Да. И самое главное, что я хочу? Я каждый год стараюсь принести тебе медальку Чемпионата России. Каждый год. Нет, что я хочу самое главное? Не знаю. Что вам там дают? Цветы. Женщине главное не результат. Женщине главное цветы, которые вручат на пьедестале потом. Войдись на. Пися, поехали. Я, короче, пришел домой, лег, пошел. И понимаю то, что что-то в сон клонит. И потушило просто. Сегодня второй зал в неделю. И он такой более легкий. Просто держать на уровне силовые. И не забывать, что такое штанга. Потому что, когда начинается специализация, очень сильно прям улетает общая сила, максимальная сила. Вот так вот просто и все. И на велосипеде потом ты ощущаешь себя как овощ. И в зале ты ощущаешь себя как овощ. А когда не попочка? Сейчас пачек-попку для активации. Ой-ой-ой. Я сейчас переверну. Это качели. Он меня на таких каждый день катает. А вдруг ты сделал нам на пыль. Не ходи давай. Я тебя только на психологический. А его на физический. Да, жесть. А ты что, пришел-то вообще? Уже признайся, что ты готовишься к чемпионату и к Андерам. Ты что изделал? Готово к Сьюзи. Первенство России. Трина 14-летней. Пензи, которая будет, типа? Не, если честно, мне пять. Мне пять. Лет дали вчера. Откуда у меня такие умения? Почему у вас анальная пробка на спине? Типа вы этот? Это стрелочка, куда надо входить. Ну что, братишка, это тебе не этот твой катамаран черноморский. Это лайнер, Вася, круизный лайнер. На самом деле, чуваки всегда ощущал такое прикольное, но чуть-чуть странное ощущение, когда ты стоишь в зале, ну или тренируешься в зале с какими-то не особо стандартными упражнениями и на тебя абсолютно все смотрят. И вот когда на тебя абсолютно все смотрят и понимают, уж ты какой-то... Вот такой. Очень такое непонятное, но странное ощущение. Прикольное. Нет, слышишь, это секретное упражнение. Ну мы, получается, упражнение замаживаем, просто тесово стоим. Да, да. Прикольная тренировка начинается через 10 минут. Приглашайте все желающие. Встречаемся на стойке Митинг-Поль. Друзья, пожалуйста, удержайте за собой денталь. Вот отдельная история, да? Отдельная история. Это зал вечером. После того, как ты утром сходил там на BMX покатался, там на треке постартовал. Это такое ублюжество, чуваки. Это просто, ну вот, не передать словами. Ты чувствуешь себя как тушканчик, еб ты. Это еще не в слово про сборы в Омске. Ох. Когда у тебя плюс 3 часа смена времени, и у тебя между тренировками отдых по полтора часа. Да. По 3 тренировки в день. Чем ты таким тут занимаешься, слышишь? Я не буду ничего говорить про велоспорт. Я не буду ничего говорить про французский жим. Ну ладно, это не французский жим. Это французский поцелуй. Что, старый, как дела вообще? С подписчиками давно не виделся. Подписчики, комментарии пишите, чтобы этот чувак не соколал и записал со мной интервью. Потому что я вам столько могу рассказать. А показать будут? Показать могу, но это уже другое видео. Это не на YouTube, переходим в ТГ-канал. Комментарии ему с этим интервью. Фиштек интервью. Фиштек интервью со старика, блин. Со старика, блин. А, я понял. Ты тренируешься шкаф поднимать. Я тренируюсь руками ватт выкрутить больше, чем спорными. Эээ, братишка, не говори тогда. Ну ладно, ты меня хотя бы пощадишь. С чем? Мы же нормально общались. Ну типа... С чего и слово общались. На самом деле, скучаю чуть по сборам. Прямо чуть-чуть хочется на сборы, но ничего не могу сказать, потому что если ехать, то ехать кайфовать, а не убиваться. Вот так вот я готов поехать, но пока что нет столько времени, чтобы это делать. Но я думаю, в дальнейшем вы ждите. Там видосики, когда я буду ездить на сборы, видосы нормальные будут. Не то, что сейчас. Слышишь? А ты время купить не можешь, что ты вы***ешь? Ну что вы бывшие юниоры? Не просто бывшие. А бывшие лучшие. Когда я был юниором. Ты до сих пор юниор, мэкс, ты старший юношин. Не, я Андрей, Андрей. Держание гантели над головой. 20 по 4. Слышишь, это что за статодинамика у тебя? Это план сборной. Нет, это ебаный. К выполнению приступить. Сорян, чуваки, что такой кадр вставать лень. Реально. Слышишь? Ты кого кадром назвал? Если приплюсовать... Так, 26, 2... 28, если приплюсовать, будет 52. Опа, с утра встал. На сборах в Омске. Перед гонками. Выше. Ой, хорошо. Я примерно вот так выгляжу, чуваки. Бай-бай. Сколько я подтянулся старика, бля? 4. 3. 2. 1. 4. 16. Не, чуваки, подзабитую, я думаю, нормально. Я похуй, у кого ты там снимал, я вырублю его. Слушай. Слушай. Воно слышал. Вот сейчас норма. На этой стороне легче. Как упражнение? Я просто кривой, но... Нормально у меня фантазия? У меня должно быть видно. Ладно, все, товарищи, ребята. На этом наш день заканчивается. Плотненький такой день. На самом деле, бывает еще плотнее. А теперь спадки. Кушать и спадки.